МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как это происходило, мы сегодня поговорим с гостем в нашей студии Андрей Белоглазов. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Председатель Хабаровской городской думы, сопредседатель общественного движения Народный фронт в Хабаровском крае. Андрей, вы присутствовали сами непосредственно 16 декабря на заседании общественного движения Народный фронт, где как раз и произошло выдвижение Владимира Путина на должность кандидата в президенты. Вот расскажите, что там происходило. В Москве 16 декабря собралось свыше заряде 500 человек. Это лидеры общественного мнения, ученые, музыканты, артисты, политики, обычные граждане, герои, участники специальной военной операции, волонтеры, добровольцы, студенты. То есть со всех регионов страны приехали? Со всех регионов страны. И мне выпала большая честь принять участие, быть в составе делегации Хабаровского края. Кроме вас, кто еще вошел в состав делегации от края? Со мной были, представляли Хабаровские края. Александр Регинович Мишвилдадзе, член общественной палаты Хабаровского края, проректор Техокеанского государственного университета. Оксана Валерьевна Кожемяка, главный врач краевой станции переливания крови. Юлия Калюжина, директор общеобразовательной школы. И Несса Концова, супруга участника специальной военной операции. Для нас большая честь там побывать, принять участие, увидеть все своими глазами. Вот расскажите, пожалуйста, Андрей, какая там была атмосфера? Знаете, атмосфера была такая объединяющая, консолидирующая всех жителей нашей страны, всех представителей, всех делегатов. Весь актив общероссийского народного фронта собрался на этой площадке. И все единогласно выдвинули, поддержали инициативу выдвижения нашего президента на выборы в 2024 году. Там было, вы уже сказали, ну и, я думаю, наши телезрители видели множество известных спортсменов, артистов. Вот, может быть, кто-то из них особенно вам запомнился? Ну, для меня, по моей общественной деятельности в Бессмертном полку России, конечно же, член Центрального штаба Сергей Афанасьевич Макаров, генерал-полковник, член Центрального штаба Бессмертного полка России Александр Яковлевич Михайлов, это известный наш артист, все помнят уникальные фильмы, и «Любовь и голуби», и «Мужики», а также, конечно же, мои друзья, коллеги по Общероссийскому народному фронту, Леонид Михайлович Рошаль, Михаил Михайлович Кузнецов, руководители исполкома движения Общероссийского народного фронта, а также были такие знаменитости, как Полина Гагарина, руководители, представители политических партий, например, «Справедливая Россия», Сергей Миронов, Андрей Турчак и многие-многие другие. Меня поразило большое количество молодых людей, это и молодые ученые, и добровольцы, и, конечно же, участники специальной военной операции, наши герои, наши защитники. Вот вы сказали, что там царила такая атмосфера единения, действительно чувствовалось, что люди объединены единой целью. Это было видно и по фотографиям, и по видеоматериалам, которые размещены, потому что когда мы коллективно все исполняли гимн Российской Федерации, рядом и Джефф Монсон находится, и Никита Сергеевич Михалков, и многие-многие другие люди, и мы, обычные жители Хабаровского края, находились в этой атмосфере, и нас это было такое колоссальное единение. Энергетика прям была мощная, праздничная, я могу сказать. Одним словом праздничная. Вот скажите, почему именно Народный фронт явился как бы инициатором подобного? — Общероссийский Народный фронт является общественным движением. Движение создано по инициативе нашего национального лидера, верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Владимир Владимирович является лидером ОНФ Общероссийского Народного фронта, а мы, так называемые, его представители по территории всей страны. И очень важно, что на прямой линии, на встречах с общественниками, с представителями Общероссийского Народного фронта, Владимир Владимирович получает обратную связь от общественников с мест территории, как оно там происходит на самом деле, обстоят дела. И очень важно, что совсем недавно была прямая линия с нашим президентом, с Владимиром Владимировичем Путиным, очень важно, что поступило более миллиона обращений от жителей всей нашей страны, в том числе от жителей Хабаровского края, города Хабаровска, и активисты Общероссийского Народного фронта сейчас каждое обращение будут, а уже начали обрабатывать, вместе с представителями региональных и муниципальных властей. Я думаю, что вот эта как раз работа, которая ведется Народным фронтом, она направлена на увеличение доверия граждан ко всем линиям, органам власти. Вот есть прекрасное высказывание Владимира Владимировича Путина, как раз которое касается именно доверия граждан. Если мы сохраним доверие наших граждан, то они тогда будут поддерживать все, что мы делаем, и где-то, как коллеги говорят, будут готовы, может быть, и потерпеть. А если мы будем действовать, не обращая внимания на то, что происходит в реальной жизни, тогда, мне кажется, что мы очень быстро можем скатиться к ситуации начала 90-х, когда будет утрачено, по сути, доверие к власти, и мы будем вынуждены затыкать возникшие социальные проблемы гораздо большим количеством денег, чем предусмотрено сейчас. Вот, Андрей, чем занимается Народный фронт, помимо сбора обращений и различных жалоб здесь, на территории нашего края? Как правило, это работа с обращениями граждан, люди иногда, отчаявшись решить свой вопрос с какими-то ведомствами, организациями, в том числе и с представителями власти различного уровня, обращается вообще Российский Народный фронт как одна из последних инстанций. Ну и тогда мы подключаем наших активистов, экспертов, а это специалисты из сферы жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, и мы точно решаем поставленные людьми вопросы или проблемы. Если это невозможно решить по какой-то причине, а бывают такие системные проблемы, то мы это выносим, в том числе и на федеральный уровень, и иногда наши предложения или проблемные вопросы попадают и на прямую линию президента или на встрече президента Владимира Владимировича Путина, нашего верховного главнокомандующего с активом Российского Народного фронта. Кроме этого, я знаю, что вы принимаете участие, лично вы, и вообще другие члены Народного фронта, в различных благотворительных акциях. Вот, что-нибудь расскажите. И, конечно же, мы в первую очередь помогаем и семьям участников специальной военной операции, и самим участникам специальной военной операции. Передаются и средства, необходимые для наших ребят, и техника, в том числе колесная техника, это автомобили повышенной проходимости, квадрокоптеры, квадроциклы и многое-многое другое. То есть мы собираем помощь в поддержку наших героев, участников специальной военной операции. Помимо этого, конечно же, не забыты семьи наших героев, участников специальной военной операции. Общероссийский Народный фронт и поддерживает семьи. Это и поздравления, и новогодние подарки. И, конечно же, Общероссийский Народный фронт вносит свои предложения в повестку властей различного уровня, с теми проблемами, с которыми обращаются жители к нам в региональное отделение. Я знаю, что буквально несколько дней назад делегация общественной палаты, и вы в том числе, как представитель Народного фронта, устраивали праздник в поселке Дагардон Хабаровского района. И в том числе в этом поселке также есть семьи и дети участников специальной военной операции. И вы там себя попробовали в качестве Деда Мороза. Дедушка, а ну-ка иди к нам, а ребята будут здесь стоять и попробуем потанцевать. Все будем повторять решение, которое показывает Дедушка Мороз. Дедушка, а ну-ка иди к нам, а ну-ка иди к нам. С неба падали снежинки, словно белые пушинки. Вечером завыла вьюга снежной зимушки подруга. Ночью затрещал мороз, стужу лютую принес. Утром за окном картина, вся в снегу стоит рябина, а в кормушку, посмотри, прилетели снегири. Ура! Молодец какой! Андрей, вот как вам было в этой новой для вас роли Деда Мороза? Да, вы знаете, поздравлять детишек, особенно детишек в поселке Дагардон, это большая радость и это окунает в тебя в атмосферу искренности, такого детского тепла, восхищения и сказки. Поэтому для меня было очень радостно принимать участие в этом и одеть на себя костюм Деда Мороза и дарить деткам подарки. И помимо подарков хорошее настроение. Детки не избалованы вниманием. Конечно же, все дети Хабаровского края должны чувствовать приближение сказочного Нового года, загадывать желания. И пусть мечты у всех детей Хабаровского края обязательно исполнятся в Новом году. Я думаю, что это прекрасные слова. И, конечно, мечты всех детей Хабаровского края должны исполниться. Андрей, я знаю, что одной из задач, которая сейчас стоит перед представителями общественного движения «Народный фронт», это участие в сборе подписей в поддержку Владимира Путина как кандидата в президенты России. Вот расскажите, как вообще идет сбор подписей и каким образом «Народный фронт» контролирует и принимает участие в этом? Да, действительно, сейчас важнейшая общественная задача по всей стране, в том числе и в Хабаровском крае, это организация сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Владимировича Путина, верховного главнокомандующего, на выборы президента 2024 года. Добровольцы, активисты, волонтеры Общероссийского народного фронта работают в сборе подписей в поддержку Владимира Владимировича Путина. Я сам приехал на этот сбор подписей. Он находится по адресу Ленина, 85, и поставил подпись свою в поддержку выдвижения. Я хочу сказать, что на всей территории края, в том числе и в торговых центрах в нашем городе, развернуты такие пункты сбора подписей. Здесь работают и представители добровольцев Общероссийского народного фронта, и волонтеры других общественных объединений. Я знаю, что один из пунктов сбора подписей открыт у нас в Хабаровске в торговом центре «Броскомол». Уважаемые телезрители, всего в Хабаровском крае открыто 9 пунктов сбора подписей в поддержку Владимира Путина как кандидата в президенты России. Шесть из них работают в городе Хабаровске, два в Комсомольске-на-Амуре и один в Советской гавани. Андрей, вы уже сказали, что большинство пунктов сбора подписей в поддержку кандидатов президента Владимира Путина расположены в местах массового скопления людей. Каким образом Народный фронт осуществляет контроль за правильностью и законностью соблюдения этого процесса? Волонтеры Общероссийского народного фронта помогут всем жителям Хабаровского края правильно заполнить форму специальную, которая предусмотрена законом Российской Федерации. Здесь главное наличие паспорта, чтобы у людей был паспорт, потому что это документ, удостоверяющий личность. Ребята помогут заполнить и ваша подпись будет зачтена в поддержку выдвижения Владимира Владимировича Путина на выборы 2024 года. Вы же общаетесь с другими представителями движения Народный фронт. Какая обстановка в других регионах? Что можно сказать? Вы знаете, все коллеги со всей страны обменяемся и в каких-то чатах общих, и созваниваемся, как дела, как идет сбор подписей. Вы знаете, все говорят, что все эти подписи люди выстраиваются в очереди с большим энтузиазмом, с поддержкой. Нашего президента готовы поставить свою подпись. То есть люди идут активно, с хорошим настроением и массово. Я знаю, что в первый день было уже на одном из пунктов в торговом центре Броскомол было собрано более 700 подписей в поддержку Владимира Путина. Вот мне интересно, например, по результатам новогодних каникул, можно спрогнозировать какие-то цифры, как вы считаете? Да я уверен, что подавляющее большинство жителей Хабаровского края, а может быть и все, выдвинут, поддержат нашего президента. И, знаете, если посмотреть закон, то нужно чуть более 300 тысяч подписей. А если мы разделим на 89 субъектов Российской Федерации, то уж не такое большое количество. Поэтому подписей будет огромное количество. Люди говорят, обращаются по телефону, звонят. Я хочу прийти, я хочу прийти с семьей и поддержать выдвижение Владимира Владимировича Путина на эту выборную должность президента Российской Федерации в 2024 году. Вот Андрей, вы как председатель Хабаровской городской думы непосредственно сталкиваетесь с огромным количеством избирателей, жителей нашего города. Вот какое настроение сейчас среди хабаровчан? Да, действительно, на этой должности приходится по долгу службы встречаться с большим количеством людей. Это и врачи, и учителя, и военные, и члены семей наших военнослужащих, и мобилизованных, и предприниматели, и просто общественники, волонтеры, добровольцы. Большое количество людей проходит, и все единодушно высказываются, что действительно это важное и нужное решение, которое было принято нашим президентом. Все его ждали, это решение, и оно как раз-таки, знаете, самый нужный момент. И люди с большим удовольствием идут ставить подпись в поддержку данной инициативы. Спасибо большое. Я думаю, что все инициативы, которые вы поддерживаете, как сопредседатель Народного фронта в Хабаровском крае, они будут осуществлены. Уважаемые телезрители, у нас в студии был Андрей Белоглазов, председатель Хабаровской городской думы, сопредседатель общественного движения Народный фронт. Вы смотрели телеканал 6 ТВ, актуальное интервью. Оставайтесь с нами, будьте здоровы и счастливы. Субтитры сделал DimaTorzok